С огромным удовольствием я приглашаю Олега Демидова, специалиста из Инсерма. Нам его порекомендовал подразделение Трианон, петербургский диалог, который работает с Францией. И поэтому я думаю, что это будет крайне интересно, потому что в какой-то мере Олег является и представителем Сириуса, активно работающим с детьми. И вот мы во время фуршета уже имели небольшую дискуссию о том, что как важно, в общем-то, вот этот аспект мы еще сегодня совершенно не касались детский. Вот очень интересно будет послушать. Олег. Кто был, того и послали наряду. Да, и про Трианон, на самом деле я Трианон знал только из продолжения Штирлиса, та сополномочен заявить. Трианон, да. Ну вот, в первую очередь хотелось поблагодарить вообще за приглашение и за возможность выступить. И также, конечно, поаплодировать организаторам Марии, Олег. То есть это что-то уникальное. То есть этот формат, то, что вы достигли вот этого необычного взаимодействия между уже состоявшимися учеными и молодыми учеными, это, конечно, уникально. Ну и та открытость, честность и прямолинейность разговоров. То есть, например, на фуршете Константин Северинов в течение двух бокалов Девноморского во всех смыслах вина, он объяснил мне вот в этой своей типичной элегантной манере, что моя жизнь – это не пример успеха. Это как раз совсем наоборот. Ну, в принципе, конечно, можно было на этом закончить, да, и не рассказывать, но так как мне дали 30-40 минут, давайте продолжим. Значит, сегодня я тебе представляю вот Французскую республику, которая меня делегировала в Красную зону. И мы поговорим о сотрудничестве в области биомедицины. Я бы, конечно, хотел сфокусироваться на регионе, на провинции Франции, в которой я работаю, это Бургундия. И также, если мы там успеем по временем, вы меня остановите, если я буду долго разговаривать о моей работе в области исследования канцера генеза и, может быть, других. Еще раз, то есть я представляю университет Бургундии, совместный юнит вместе с Инсермом. А Инсерм – это, для кого не знает, надо объяснить, это Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований Франции. Инсерм – сокращенное название. Вчера я списывал с Амарой презентацию, поэтому он начал с Сиви, родился, детский сад, это все Санкт-Петербург. Дальше была военно-медицинская академия, служба в частях начальника медицинской службы. И, в общем-то, после четверки по организации тактики военной медицинской службы я сомневался в своих менеджерских способностях долгое время. Но вот сейчас я скучаю по тем временам, потому что система менеджмента была проста. Упал, отжался, вольно, смирно и работало эффективно. Сейчас, конечно, мне не удается применить такую систему. Вернулся я в Академию для продолжения научных изысканий и работал, диссертацию защищал под руководством Юрия Леонидовича Шевченко, кардиохирурга, который во время операции, то есть операции были на открытом сердце, и, если вы знаете, там нужно в сердце вставить трубочки, и отрезаются некоторые кусочки сердца. И вот эти кусочки сердца отдавались мне, и я бежал в институт цитологии Российской Академии Медицинских Наук, собирал и там анализировал на достаточно тогда современном уровне. И после этого наука затянула биомедицинская. Я поехал на первого постдока в Вашингтон-ДиСи. Работает указка, нет? Там такая, она виртуальная. А, виртуальная. Надо вы... Да, здесь зеленый. Надо так вот переключить, вот так вот немножко ее найти, и по-военному четко... Четко. Национальный институт рака, который входит в сеть Национальных институтов здоровья США, это государственное учреждение, которое отличается принципом работы. Полгода нет денег, президент бодается с Конгрессом, потом деньги появляются, но идеи уже исчезают к этому времени. Поэтому, конечно, продукцию не продуцируют хорошего уровня. Работы публикуют, но не являются топ-топ американскими вузами. После этого была работа в Институте молекулярной и клеточной биологии в Сингапуре. До этого места я, наверное, раз 10 дошел всего, потому что все время пропадали, естественно, в лабораториях. Да и вообще это, вы знаете, фейк, да? То есть они всегда снимают сбоку, сингапурский пляж. Потому что если развернуть камеру и посмотреть, увидеть Дель Мори, вы увидите в 100 метрах порядка 300 нефтеналивных танкеров. Единственное, что вчера, конечно, я понял, что пляж может быть продуктивным местом для очень интересных дискуссий. Сочинский пляж. То есть вот особенность этого места. И далее, наверное, только потому, что одним из символов Дижона является белый мишка, вот в таком импрессионистском, пумпоновском стиле. Я надеялся, то есть мне пообещали помощь в организации группы и помощи с развитием своего направления во Франции. Во-первых, про наш университет. То есть он был университетом Бургундии, когда я туда приехал. Но сейчас он называется университетом Бургундии и Френш-Камте. Френш-Камте – это вольное графство. И тут придется немного рассказать о географии. То есть это находится где-то на юго-восток от Парижа. То есть граничит с областью Парижа и Эль-де-Франс. Регион Шампань, Лотаринге, снизу Швейцария. И, наверное, большинство из нас знают в основном только песню. Бургундия, Нормандия и так далее. Поэтому я немножко остановлюсь, буквально три слайда, чтобы рассказать, почему такое у нас университет. На самом деле это два университета. Один был университет в Бургундии, в Дижоне. Второй университет в Бизансоне, которая была столицей и является столицей региона Френш-Камте. И где-то несколько лет назад, буквально 6-7, то есть во Франции проходила такая политика укропнения. Я тоже думаю, у нас тоже такое проходит, регионов. И регионы слили. И слили также университеты. Теперь мы являемся одним университетом, но почему-то между нами 100 километров, и ездить туда-сюда, аспиранты, все по очереди. Но мне немного странно. Эффективность и стоимость такого слияния, как она отражается на нашей работе, я пока в плюс не заметил. Но история восторжествовала историческая справедливость. Потому что разделение этих регионов, оба Бургонь, одно графство, другое герцогство, оно было вызвано этим событием. Вы знаете, мы обычно делакруа, мы знаем по картине в Лувре «Свобода призывает людей на баррикады». Но у него была написана и другая картина. Это гибель последнего герцога Бургундского, Карла V, от руки швейцарцев, которые были извечными врагами бургундцев. И это событие отмечало закат рыцарской эпохи, что описано у Вальтера Скотта. И также закат Европы, в «Признаке заката Европы» Шпенглер в своей известной книге увидел. Очень символично, что я присутствую, приглашен российско-австрийским диалогом. Потому что на самом деле вот этот регион, после гибели Карла Смелого, у него оставалась дочь. И французский король агрессивно хотел поглотить как и дочь, так и весь регион Бургундии. Но она вышла замуж за австрийского экс-герцога. И Мария Дмитриевна поправит по истории Австрии меня, если что. Если я буду что-то не так говорить, потому что я больше специалист по истории Бургундии. И на долгое время вот этот восточный регион, Свободное графство вместе с Бизансоном, он отошел австрийским Габсбургом и находился в составе Священной Римской империи. Также, кроме вот таких вот связей с Австрией, у нас имеются и связи с Россией. Потому что недооцененная императрица, жена Павла I, Мария Федоровна, недооцененная, потому что она одна из первых начала развивать Институт акушерства и гинекологии и репродукции Отто, известный с ее посылом, то есть образование женщин в России. Именно эта императрица. Она родилась как раз на территории, ну, сейчас город Монбильяр, родилась она в Щетине, как и Екатерина I, но все время их родной замок был в городе Монбильяр, и это за этот замок, в общем-то, Александра Васильевича Суворова послали не с революцией бороться, а вот этот битет у французов, этот замок, который они захватили, и поэтому он пошел через Альпы. Поэтому связи у этих регионов достаточно с Россией и с Австрией, как вы узнали, крепкие и долгие. Наш университет, особенно его биомедицинская часть, очень компактно расположен. То есть вот факультет медицины, очень старенький, ну, еще, так сказать, держится, но из последних сил. Современнейший, как бы буквально достроенный 8 лет назад университетский госпиталь, огромный, и достаточно продуктивный и успешный раковый, то есть онкологический центр, который поразительно находится на самоокупаемости и без дотации правительства. Вот для Марины Львовны будет интересно, наши коллабораты, вот наш Вивари, в котором как раз проводятся эксперименты с генетическими моделями мышей. Институт вина, к сожалению, не поместился, то есть, естественно, что в Бургундии у нас есть институт вина, а во дворе у нас есть институт вкусов и питания, правильного питания. И очень всегда хочется записаться на какие-то научные эксперименты волонтерам, потестировать Фуагру, Эскарго, потому что это периодически, в общем-то, цель этого института. Ну вот я по весовой категории меня никогда не отбирали, честно говоря. Сожалею об этом. Ну, что еще как бы сказать? Вот мы здесь собрались, чтобы сравнить практики и поговорить о лабораториях, почему продуктивность разная в лабораториях в России и за рубежом. Конечно, Франция, как вы знаете, не самая в научном плане продуктивная страна, то есть она проигрывает и даже я не говорю, там в Америке, Англии, но даже если мы сравниваем в Европе, то, наверное, и Австрия, и Германия в плане продуктивности научной, она, конечно, проигрывает. Но что я заметил, все равно как бы эффективность, и мне нравилось, нравится, что французы приходят, да, они работают от и до. То есть у них, как вот мы здесь поднимали вопрос, что люди из Яндекса приходят в науку и не могут оставаться, потому что рабочий день продолжается дольше, не заканчивается в 6 часов. Вот во Франции он как бы в основном заканчивается в 5-6 часов, и люди уходят. Но это время, которое они проводят на работе, они посвящают именно работе, поэтому все-таки выдают какой-то продукт, за исключением, конечно, время, вот ланч святое. как можно узнать русского ученого за границей. Он приходит на работу, начинает работать, а включает ленту РУ, изучает последние распоряжения правительства и указания президента, и потом как бы приступает к работе. То есть это очень распространенное, как бы вот, нам надо как бы в мире себя почувствовать, и потом мы можем начинать, но зато как бы и сидим мы дольше, чем остальные, и продуктивность, в общем, я могу сказать так, что даже во Франции продуктивность сотрудников, которые я приглашаю на какие-то стажировки, она намного выше. Вот возвращаются, я так и не понимаю, мне тоже нужно как-то с Константином поговорить про социологические исследования. Почему продуктивность здесь, когда они возвращаются в Санкт-Петербург, в константинологии, она падает и очень значительно падает. По сотрудничеству, по сотрудничеству я бы хотел обратить внимание, что между Францией и Россией возможен обмен студентами. Причем этот обмен студентами осуществляется так, что французское посольство, вот первый уже давно известный механизм, это так называемая стипендия имени Вернацкого. Считается, что она только для экологов, но вот нам удалось ее получить совершенно с биомедицинской тематикой, по стволовым клеткам. Что она себя представляет? Она представляет себя стипендию на полтора года во Франции с расчетом, что полтора года также выполняется работа в России, то есть это сотрудничество между вузами, но она выдается в России, она выдается именно посольством Франции, в Москве, и конкурс проводится. Что появилось в этом году, и я случайно, удалось мне отследить, вот наш объединенный университет, вот это первый плюс объединения, он решил активно спонсировать программу, вот эти Котютель, то, что было в моем названии, просто красивое французское слово Котютель, то есть это Joint Supervision, это совместное воспитание аспиранта. И в этом году они провели два конкурса уже. В одном я успел поучаствовать сам, а во втором в связи с тем, что я подставил друга, о дружбе мы еще поговорим. Я надеюсь, как бы, что да, программа эта продолжится, и я прошу обратить внимание, потому что в первую очередь это выгодно для партнеров университета Бургунди, которые заключили с университетом договор. Как вы видите, нас интересует вот эта часть экрана, и здесь отмечено только четыре вуза. Это ИТМО в Санкт-Петербурге, Сеченова, в Новосибирский университет, Томский политехнический. На самом деле их сейчас шесть, это МФТИ еще добавился, и Баумана, и сейчас подписывается с Санкт-Петербургским бывшим политехническим институтом, то есть Петра Великого. Что дает партнерство? То есть если без партнерства вы можете подать и получить вот эту стипендию на четыре или пять месяцев только, то есть во Франции и все остальное время в России аспирант проводит, то здесь делится это как и с вернадским пополам. Пополам и вы пишете письмо, что как бы вы согласны обеспечить финансирование проекта со своей стороны и поступление в аспирантуру в России и выдается стипендия студенту 1200 евро на проживание и работу во Франции. В Дижоне это не шоковать не будет, но жить можно на эти деньги и вот такие можно устанавливать сотрудничество между Бургундией и Россией. Что хотелось еще отметить, конечно же, хотелось бы отметить программы совместных грант. во Франции очень тяжело с деньгами, с грантами, особенно с большими грантами. Мне удается в основном получать несколько маленьких грантов. Это в первую очередь от фондов, где действительно люди пекут какие-то печеньки, продают на улицах и собирают деньги и вносят в этот фонд борьбы с раком и они финансируют. Кажется, это небольшие деньги, 30 тысяч, но эти деньги это чистые деньги 30 тысяч на реактивы, никаких зарплат туда не вносится, никто с этих денег ничего не снимает, никаких налогов с этих денег, конечно же, тоже не берется. Раньше я считал, что да, когда появился РНФ, финансирование РНФ и больше, но сейчас, когда, например, инфраструктурный проект, миллион 200 уходит в инфраструктуру, остается 10 процентов соответственно институту, от которого был получен грант, плюс на публикации сейчас надо закладывать не меньше полумиллиона, что чисто напечатать статью, которую вы послали. Ну и зарплаты у нас тоже отбирают многое, и вот эти вот во Франции вообще не понимают. Во Франции нету понятия, что ты из гранта, ты закладываешь человеческий ресурс в грант, статью, но это подразумевает, что ты закладываешь позиции, что ты кого-то нанимаешь. Это невозможно, как в Америке и в других странах из гранта повысить себе зарплату. Нет. И это вызывает, не это понимание, у нас был один случай, даже внутри Европы. Объявили, что особую привилегию получат проекты совместные с Литвой, Латвией и Словакией. Почему так странно, оставили Эстонию, нет, Эстония и тогда Латвия. То есть у кого-то сохранилась национальная валюта, как вот в Чехии, и вот в Европе очень не любят с национальными валютами, они предпочитают работать там, где страны уже перешли на евро. Это сказывается даже на науку. Но в Латвии до сих пор оказывается есть финансирование зарплаты с этих грантов по такой же системе, как и в России, то есть осталось. И это вызвало недопонимание, и мы не получили проект, потому что они заложили на зарплату основной массив гранта. Но вот я хочу обратить ваше внимание, что и наш российский фонд, он тоже объявил программу. Сейчас как раз идет ревюирование, рецензирование проектов совместных с национальным, фактически с Минобором французским. И я все как бы бьюсь, я не понимаю, почему у Инсерма нет совместных программ финансирования проектов между Россией и Францией. Но посмотрим, может быть, вернусь и продолжим эту работу. Так как мы обсуждаем и здесь многие Амар затрагивал и Константин затрагивали вопросы рецензирования, написания грантов, я бы хотел обратить внимание, как рецензент молодых особенно PI-ф на два фактора, когда они подают заявку. очень много неправильного выбора вот этого простого начинается с классификатора. Я не знаю, открою я секрет или нет, но это специальный вопрос. РНФ задает рецензенту, а соответствуют ли эти коды. И кажется, это какая-то ерунда, но это не ерунда. Потому что по названию иногда как-то он еще привязывается, но по содержанию, по методологии этот проект совершенно другой. И рецензент уже согласился на него, и тут он понимает, что ему надо очень много начитывать, и он не совсем специалист в этой области. И поэтому РНФ придает большое значение в правильной выбранности этого кода. Примерно треть кода выбрана, особенно у молодежи, когда молодежка приходит. Выбрана неправильно. И иногда медицинское, даже медицинское, биологическое. То есть, пожалуйста, обращайте внимание, особенно на выбор этих кодов. И второе, конечно, работу рецензента очень облегчает. Не пропускайте перед финансированием, не прыгайте сразу на финансирование расписывать. Вот эта возможность, которую дает вам РНФ, прикрепить файл с дополнительной информацией, в котором, конечно же, вы можете показать предварительные свои наработки, те, которые еще не опубликованы. Рецензенты у нас честные в России не украдут. Но главное, вы можете схему экспериментов, то есть, рецензенту легче понять, что вы действительно хорошо разбираетесь теми, и у вас проект четко в голове, у вас нарисована схема, потому что этот текст и словоблудие иногда совершенно не позволяет оценить, а вы сами хорошо, то есть, да, слов много, а есть ли понимание. Вот это мои комментарии, как рецензенты РНФ. Дальше хочу обратить внимание, вот про, не успел к сессии, про пиар, но здесь даже мы рассказывали, Амар тоже поднимал эту тему. Как сделать, чтобы тебя знали, видели, да, рассказывали про конференции, надо стараться организовывать самим конференции. Да, это нервы, да, это вынос мозга, тут вот сидят люди и расскажут, да, то есть, но это позволяет, да, то есть, как бы действительно вам рассказать, так сказать, что люди приезжают, много людей, все с вами знакомятся и видят. Вот у меня был такой положительный опыт, который тоже мне стоил здоровья и нескольких лет жизни, особенно во Франции, когда я столкнулся с системой организации, но успешно прошел вот конгресс по ядерной организации, хроматина, те же 3D, кто из Новосибирска, конечно, здесь не узнать, но на нижней фотографии это вот дегустирует вину Ольга Лаврик, разен, в первом ряду стоит. Так что приехало, конечно, много соотечественников и все, в общем, остались довольными как научным содержанием конференции, потому что удалось пригласить очень много ведущих ученых и Швейцарии, пользуясь расположением Дижона в двух часах на поезде от Сюриха из Парижа, из Америки. Так что пользуйтесь этим. Далее друзья. Никогда не отказывайте друзьям, помогайте, потому что они могут получить в 2021 году Антон и Кирилл стали лауреатами, я даже не знал, то есть поучаствовали, сделали, помогли с экспериментами, потому что они работают с бактериями, нужно было модели на млекопитающих, да, мы помогли и были включены статьи, и тут статья получила высокую оценку. Поэтому никогда не отказывайте, потому что вы не знаете, когда вам могут тоже когда-то помочь. Вот в частности сидят здесь мои коллабораторы, вот Марина, без нее мы вообще наша работа не продвинулась, она возглавляет вивари центра Алмазово, в которой по последнему слову моды экипированы, и мы там содержим самых, одних из самых продвинутых иммунодефицитных мышей, это не просто NSG, это NSG гуманизированные с человеческими цитокинами, в которых мы можем прививать геметопоэтическую систему человека и изучать, в том числе иммунный ответ на опухоль, изучать онкогематологические заболевания. И эта работа сейчас проводится, вот первые эксперименты будут опубликованы в российских в первом учете журнале, мы хотим, чтобы врачи видели, что эта модель используется в России и может быть используется именно для персонализированной медицины, для тестирования именно каких-то подходов к лечению уже конкретных пациентов. То есть мы работаем с первичными гзинографтами, полученными от пациента. И вот особую помощь тоже наш друг, который со мной сейчас с детьми помогает, это Алексей Петухов, руководитель группы, который один из ведущих специалистов в стране по разработке карте терапии. Ну и, конечно, не могу не попиариться, пока еще месяц не прошел, то есть 15 июня вот как раз вышла в Nature Communication наша статья, и буквально пять минут расскажу, расскажу, как я рассказываю детям, с простыми слайдами. Мы постоянно подвергаемся стрессу, и то, чем я занимался, это как раз стресс белки, в том числе и повреждение ДНК. И понятно, что это, мы знаем, приводит к мутациям, вызывает опухоль. А что, если клетка не стала опухолевой, но с течением жизни какие-то клетки приобретают эти мутации и могут размножаться. И раньше вот здесь специалистов больше. Сангер, сколько, по-вашему, он может в каком проценте клеток, в минимальном проценте клеток он может узнать мутацию? Да, ну что-то такое. Я думаю, что действие это хорошо, если. Но когда появился НГС, то есть это значительно увеличилось и возникло новое состояние, предпатологическое состояние, это клональный гематопоэз. То есть оказалось, что существуют клоны клеток как раз с мутациями и несущие мутации в клетках, которые не встречаются в популяции. И на третьем месте из частоты встречаем мутации оказался ген, которым мы занимались, это фосфатаза PBM1-дельта. И все эти мутации были активаторны, они приводили к стабилизации белка за счет того, чтобы был преждевременный стоп-кодон или на рамках считывания менялась и белок исчезал регуляторный домен. И самое главное, что вот именно такие мутации еще до проявления клонального гематопоэза люди пытались взять кровь и посмотреть какие-то маркеры хорошего прогноза или плохого при лечении солидных опухолей. И было обнаружено, что как раз мутации, первую очередь мутации именно в гене PBM1-дельта приводили к тому, что прогноз и активация его был плохой. И вот с помощью различных генетических моделей, то есть это понятно, что у нас в самой опухоли мутации этого гена нету. Они присутствуют в каком-то проценте клеток, чаще всего в биелоидных, в крови и каким-то негативным образом влияют на процесс лечения, на развитие опухоли. И мы как раз с помощью различных генетических моделей, которые позволяют нам исследовать, здесь показаны только гемотопоэтические клетки, ревьюеры все нас просили отличить, чтобы показали, что это действительно экспрессируется в гемотопоэтических клетках, но мы показывали так, что это именно в миелоидных клетках, в миелоидных клетках и нейтрофилах. Грубо говоря, то, что поняли дети, я надеюсь, донесу до вас с помощью этих слайдов. Если посмотрите свой анализ крови, то больше всего в разделе лейкоцитов вы найдете больше всего клеток у нас в крови. Это нейтрофилов сегмента ядерных и лимфоцитов. И, естественно, когда в организме зарождается опухоль, то эти клетки приходят в опухоль, лимфоцитокиллеры отвечают за уничтожение опухолевых клеток, а вот нейтрофилы называются нейтрофилами не из-за того, что они нейтральные, хотя именно эту роль они и выполняют здесь. Они неопределившиеся. Но хуже всего, что опухоли клеток секретируют большое количество цитокинов, которые подавляют. Почему вообще опухоли тоже растут? Почему иммунная система должна узнать, должен экспрессироваться антиген, который это какой-то новый антиген из замутированного гена. Но дальше еще одним фактором является специфическое выделение опухолевыми клетками, секреция иммуносупрессирующих цитокинов, которые подавляют как лимфоцитокиллеры, так и негативно влияют нейтрофилы. Более того, они репрограммируют нейтрофилы в клетки, которые сами могут подавлять дополнительно активность лимфоцитов, которые нам нужны для того, чтобы справиться с опухолем. И это то, что вкратце я вам писал. Вот здесь мысл статьи, можно не читать вообще ее. Больше там ничего особого не было. Вот с одними смайликами можно публиковать статьи. мы думаем, что вот это наше... То есть на самом деле Леша должен был сделать это к статье, но не успел. Поэтому мы делаем тебя... Подписались на эту программу и используем бедных детей, и они с нами продолжают работу вот именно уже теперь по отработке новых видов терапии. и вы знаете, что одно из самых перспективных, оно не разрешено в нашей стране, не разрешено в Европе. Я слушаю лекции из Израиля и в Соединенных Штатах проходят уже клинические испытания против нескольких уже типов опухолей. Это когда берутся клетки у больного онкологического клетки, Т-клетки и размножаются, активируются и более того в них они инфицируются с помощью лентивируса и начинают экспрессировать специфические рецепторы. Иногда к опухолевому какому-то тигену, чаще к маркеру. Например, самый популярный это маркер Б-лимфоцитов у людей, у которых лимфом, потому что у тех людей, которые развиваются Б-лимфом, у них там собственных Б-лимфоцитов уже практически остаются, это все лейкозные клетки. Поэтому надо именно убрать клетки, экспрессирующие этот маркер. И она очень эффективна, то есть совершенно убирает во многих случаях все клетки. И вот в данном случае наш лимфоцит стал вооружен. Да, все, заканчиваю. Мы вооружили его химерным антигенным рецептором, но нитрофилы до сих пор подавляют. И вот наш проект как раз с детишками, он и посвящен изучению того, как на основе нашей статьи, в этой статье мы обнаружили некоторые леганды, которые стимулируют лимфоциты. То есть мы обратно репрограммируем, пытаемся репрограммировать нейтрофилы в клетки, которые помогают иммунному ответу против опухоли. Так что, да, то есть это леганды, они входят в контрольные иммуноточки, но в общем это не так важно наш проект. Ну, я надеюсь на развитие нашего сотрудничества, особенно я надеюсь, что цены вот вина одинаковые, а цены в три раза различаются, что со временем, особенно от сотрудничества России и Бургундского университета, в который входит также институт вина, цены будут более приемлемы на этот хороший напиток иммуностимулирующий, кстати. Спасибо. Спасибо. Я сразу короткий вопрос задам. Какая-то я уже уловил закономерность. Значит, из Франции приезжает сотрудник в Россию, обратно в три раза падает продуктивность, во Франции в три раза дешевле вино. Вот нет ли здесь какой-то... Я... Вот так вот я на это и обратил внимание. Может быть, стоит понизить цену на вино и продуктивность повысится, потому что скучают люди. Да, коллеги, может быть, какие-то вопросы? Ну, вообще, Олег, мне хочется спросить, если выбирать страну, прям в первый день обсуждения тоже была страна, русские ученые против нерусских ученых. Вот комфортно коллаборировать с Францией? Просто такое ощущение, что с Австрией очень комфортно. как-то вот... Я думаю, что вот Австрию, наверное, и Россию какие-то вот связи исторические отличают еще на уровне людей. Нет предубежденности. Все-таки, что ни говори, как-то вот история до сих пор влияет на людские отношения во Франции и в Австрии. То, что ты как бы заметил, таких нет. То есть очень дружелюбно, конечно, настроены. Русская культура это топ-топ-топ. Все восхищаются. То есть, естественно, когда приезжают даже ко мне студенты на пустдоге, они попадают сразу в такую атмосферу, их там приглашают с собой быстро устанавливать эти социальные связи. В этом отношении она комфортна. Я скажу, да. Спасибо. Если... А, да, есть вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Вы упомянули, что при организации конференции у вас возникли какие-то проблемы. А не могли бы вы сказать, какие там парочку буквально и связаны ли бы они были именно со спецификой Франции или везде были бы... Ну, можно... То есть, я, может, не успел, то есть, коротко отвечу. Вот еще одно, то, что поднималось на предыдущих сессиях, это мы обсуждали воспитание лаб-менеджеров, да, то есть, людей, которые помогают НПИ-у со всеми делами закупкой реактивов и так далее. Я не понимаю, у нас работает на достаточно большой коллектив порядка 300 человек два секретаря. Они справляются с огромным массивом работы, при этом у нас системы бюрократические, я не знаю, какая более бюрократическая. Те же закупки, три квитанции, там, больше двух тысяч евро, это все присутствует, все аналогично. Человек, который, как бы, научился крутиться во Франции, тоже может спокойно работать в России, потому что, ну, они эффективны, то есть, два человека эффективны. Да, у нас очень большая проблема. Я говорю, что РНФ, то есть, 20 тысяч во Франции, это, наверное, уже теперь больше, чем 5 миллионов РНФ здесь, извините, РНФ, но это так, потому что стоимость реактивов, я здесь точно считаю, только что закупал ножик, но ножик-то вообще везти, да, алмазный для электронного микроскопа, он хранит, он не испортится, там, его не надо постоянно температуру, минус 80 поддерживать, в три раза. Во Франции, которая не самая дешевая, самая дешевая, вот я поработал уже, во многих вы видели, в Америке самая дешевая наука, по реактивам, в Сингапуре есть надбавка, потому что, там, как бы, далеко находится, в Европе, плюс налоги, высокие НДС, 20, кто вот с налогами, там, понятно, в России в три раза, по сравнению с Францией, там, две с половиной, здесь было семь, квота была, я не знаю, то есть, вот в этом плане, у нас проблема, а что касается конференции, это тоже бюрократия, это взаимодействие с коммерческими структурами при трате государственных денег, я получил на конференцию несколько грантов, ну и университетская система, когда начали приходить взносы от людей, в них, я не понял, они так долго мне отвечали, собирались, я пошел сам до ближайшей компании, вот таких же вот прекрасных, как вот Екатерина, девушек и Мария, и они помогли мне собрать взносы официально во Франции, чтобы меня не посадили, и также организовать конференцию, так что вы думаете, университет на меня дело открыл, потому что я связался, так сказать, с коммерческой структурой, будучи государственным служащим, а во Франции, вот система, то, что я не рассказал, у них как бы, она и хорошая, и плохая, то есть у них нужно получить постоянную позицию, то, что я не знал, когда я ехал, то есть они меня, в общем-то, обманули, что ты никто, то есть ты никакой не пиай, пока ты не получил что-нибудь постоянного от французского, не стал французским государственным служащим, и в общем, и ты не можешь вообще никак, то есть открытыми глазами обходить коммерческой структуры, это был АТАС, ну, я вот рассказывал, прикинулся, русский, Иван Дурак, так что, что хотите. На этой оптимистичной ночи поблагодарим Олегу еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ